Здравствуйте! Сегодня вторник, 2 февраля. В эфире новости от Максимаркетс. В этом выпуске – обзор рынка Форекс, прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. И вначале о главных экономических новостях. Сегодня в 17.45 и 18.00 по московскому времени будет опубликована статистика из США, производственный индекс АСМ в штате Нью-Йорк и январский индекс экономического оптимизма. Влияние этих данных незначительно, поэтому ценовая динамика доллара будет формироваться техническими факторами. Обратите внимание, завтра в 18.00 по московскому времени в Соединенных Штатах выйдет индекс деловой активности в непроизводственном секторе. Чуть позже в 18.30 будут опубликованы данные по запасам сырой нефти. Новая информация способна оказать влияние на движение доллара США и открыть возможность заработка. Аналитики Bank of America и BNP Paribas предполагают в длительной перспективе нисходящий тренд пары евро-доллар США. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Подпишитесь на канал Максимаркетс ТВ. Будьте в курсе событий. Для подписки перейдите на сайт YouTube по значку в правом нижнем углу видео. Нажмите на красную кнопку подписаться. Будьте в курсе событий. Открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Опубликованные данные о снижении безработицы в крупнейшей экономике еврозоны Германии предоставили необходимый стимул для преодоления уровня сопротивления на локальном максимуме 1,0920. Сложившаяся ситуация открывает возможность дальнейшего роста к 1,0960 уже в течение ближайших торговых часов. Рост консолидированного показателя безработицы в единой Европе, вероятно, остановит верхний тренд на обозначенном уровне сопротивления и станет триггером для коррекции курса. Британский фунт продолжил коррекционный спуск в рамках восходящего тренда. Причиной этого стала достаточно однозначная техническая картина – отсутствие фундаментальных оснований для слома сформировавшейся тенденции. Целью текущего движения является нижняя граница тренда на отметке 1,4280, от которой очень вероятен разворот и возобновление роста. Запланированная на 11.30 по московскому времени публикация индекса деловой активности в строительном секторе, судя по прогнозируемым значениям, не станет препятствием на пути нисходящего движения. На протяжении первой половины сегодняшней торговой сессии стоимость золота демонстрирует минимальную динамику, торгуясь в районе уровня 1125,05 долларов за унцию. Продолжающийся уже на протяжении более чем трех недель восходящий тренд, скорее всего, будет продолжен уже сегодня, поскольку коррекцию, проходившую на сегодняшней азиатской торговой сессии, можно с уверенностью считать завершенной. Ближайшим ориентиром роста будет локальный максимум на отметке 1,130, пробитие которого откроет возможность дальнейшего повышения в районе уровня 1,135. Серебро в первой третьей европейской сессии достигло уровня поддержки на отметке 14,26. От этой точки, совпадающей с 200-дневной трендовой линией, мы ожидаем возобновления слабо выраженного восходящего тренда. Ценовым ориентиром будет служить следующая линия сопротивления на 14,34. В случае, если котировкам все же удастся пробить вниз уровень поддержки, возможно, дальнейшее падение цен до 14,20 долларов за унцию. Именно на этой отметке расположен следующий значительный ориентир для открывающих позиций на продажу металла.